И всем привет, ребят, с вами Стрвайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы будем тестировать обновленные вооружения, а именно корпуса, которые вы видите на своем экране, это корпус Хоппер, его занерфили, и занерфили довольно-таки жестко, посмотрим, насколько сильно это будет чувствоваться в рамках матчмейкинга, ну и насколько он стал слабее, да, очевидно, что нерф произошел хороший, что скорость стартовая занерфлена, что наноска урона с овердрайва занерфлена вместо 3000 урона, теперь овердрайв наносит 2000 урона, ну и посмотрим, как он себя вообще чувствует, я вчера уже на нем играл в рамках нового спецрежима, поэтому сегодня мы сможем тоже сыграть в этом спецрежиме, попробовать реализовать на максимум этот корпус, ну и посмотреть, что же может занерфленный полностью в хлам Хоппер в танках онлайн, если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержьте данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игры в аккаунтике, что на этим личный так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Мы вместе с вами будем сегодня катать с Хоппера Молотом, Молот с штурмовыми снарядами, это та комбинация, которая великолепно работает в рамках специального режима, ну и постараемся сразу запикаться на карту Иран, как по мне, в этом специальном режиме как раз таки Иран является лучшей картой, И там уже попробуем реализовать максималочку на этом замечательном корпусе, запикивают меня на первую карту Кунгур, давайте попробуем перепикнуть, да, потому что там уже начатая катка, начатая катка нам особо сильно не интересует, кстати, что тут за новости у нас интересные? А, новости у нас по битвочке ютуберов здесь, о, ничего себе, вот это да, так, ну и куда-то меня закидывает, куда же меня закидывает, надеюсь, это Иран, нет, меня закидывает на Кунгур и на новый начатый Кунгур, ну давайте сыграем, давайте сыграем, давайте я уже перепикивать не буду, Хотя хотелось бы мне запикаться на Иранчик, потому что на Иранчике можно, ну прям супер сильно реализовать эту комбинацию, так, ну и у нас начинают падать сразу золотые ящички Все у нас в этом режиме продолжают играть на хопперах, потому что хоппер это лучший корпус для реализации на голдах, ну и очевидно, что, ну лучше корпуса на сегодняшний момент просто нету, да, плюс еще учитывая тот факт, насколько большое количество есть устройств драйвер у игроков на хоппер, Это значит, что, ну лучше, наверное, реализации для ловли золотых ящиков нету, так, у нас лежит на мосту голд, я смотрю, что у нас такие богатые игроки, либо тут так много голдов падает, что, ой-ой-ой, конфеточка летит, что тут уже игроки ездят просто за всем подряд, но и конфеточка, к сожалению, залетает не мне в карман, очень много голдов сразу со старта падает у нас на карте, так, ну и овердрайв у меня уже накопился. Что касаемо хоппера, что я могу сказать из того, что я заметил за вчерашний день? Нерф реально чувствуется, да, то есть хоппер стал слабее, но учитывая тот факт, что это все равно ховертанк, да, то даже с таким нерфом он суперсильный, прям суперсильный, и даже это, я бы сказал, слабый нерф, да, то, что занерфили это хорошо, но все равно, как по мне, это слабый нерф. Его можно нерфить еще жестче, да, и сделать из него, ну, что-то более балансное, да, потому что сейчас все равно при любом раскладе ховертанк будет сильнее обычного танка, да, то есть если, например, сравнивать сейчас хоппера с васпом и хорьком, то васп и хорек даже близко стоять не будет, да, даже близко. Он не будет рядом, поэтому, очевидно, нерфить ховертанки нужно, да, и я думаю, что их даже стоит нерфить еще жестче, да, поэтому все те ребята, которые, например, говорят, блин, занерфили моего хоппера там, либо занерфили мой ховертанк и говорят, что, мол, это все габела там жестко и все дела, то я скажу, что, ну, это вполне разумно, да, что эти ховертанки, во-первых, нерфятся, во-вторых, они нерфятся должны еще жестче, да, потому что баланса между корпусами у нас на сегодняшний момент времени нету, да. Ховертанки намного сильнее обычных корпусов, и вот, например, вы просили меня записать видос с балансом корпусов, где я бы расставил каждый корпус по очередности, то есть от самого сильного к самому слабому, то есть если вот так вот брать и расставлять, то очевидно, что ховертанки будут все выше, чем нелетающие корпуса, да, поэтому здесь, очевидно, нужно нерфить, нужно нерфить дальше, и даже, наверное, нерфить жестче, не только там минимальные какие-то параметры по типу разгона, а может быть вообще полную маневренность корпуса, чтобы он вообще поворачивался, например, очень плохо, либо он замедлялся еще сильнее, да, чтобы ты, прям вот играя на ховертанке, чувствовал конкретный дискомфорт, тогда у нас будет, ну, плюс-минус баланс между корпусами, тогда уже игроки, например, будут понимать, что, например, в моменте лучше использовать не ховертан, да, а так ты сейчас просто там запикиваешься в катку, да, в большинстве случаев, там, процентов 80-90 просто у нас играют игроки на летающих корпусах, да, и поэтому, ну, вот, как заставить игрока взять не летающий корпус, это только лишь полностью жестко убивать эти летающие корпусы, да, то есть если их не убивать, то очевидно, что игроки будут все так же продолжать на них играть и, ну, наверное, вносить какой-то определенный дисбаланс, да, все-таки я считаю, что если у нас нет баланса в корпусах, даже если у нас есть плюс-минус неплохой баланс по пушкам, то это все равно не очень круто, да, очевидно, что это не очень круто, потому что все игроки привыкают просто играть на летающих вот этих вот темочках и все так, где-то у нас сейчас должен падать золотой ящик, здесь у нас на кугуре, ой-ой-ой, конфеточка, ой-ой, конфеточка, ой-ой, конфеточка, сюда эту конфеточку, сюда эту конфеточку, очень хорошо, удачный респаун и теперь можно уже спокойненько постараться завершить, возможно, даже эту катку досрочно, что касаемо режима, то режим, честно говоря, мне очень сильно понравился, да, как и все режимы с гранатами, это тема, ну, которая мне лично очень сильно нравится, да, есть ребята, которые, возможно, к этому режиму не относятся так круто и позитивно, мне реально заходит, да, если бы это еще была бы не цпшка, а это была бы тдмка, то, наверное, я бы еще больше был бы рад в рамках этого режима, ну, а так, конечно, ну, режим не очень в плане именно формата, да, а сама идея гранат, еще и здесь повышенные голды к дню духов сделали, это, конечно, выглядит очень круто, карты тоже по своей актуальности выглядят неплохо, так, еще один голд можно забрать по ощущениям, по ощущениям еще один голдецкий можно здесь прихватить себе в карманчик, карты, кунгурчик, да, у нас Александровск, получается, иран, иран идеально подходит под ловлю голдов, идеально подходит под реализацию и формат, да, и даже там цп выглядит очень круто на иране, поэтому здесь есть вкусные карты, есть не супер вкусные карты, да, потому что в моем понимании, например, кунгур, ну, это не супер крутая карта, да, все-таки, если сравнивать с ираном, то кунгур, ну, рядом, наверное, не стоит, да, но все равно, даже на кунгуре, как вы видите, ловить голды можно, и не просто голды, а конфеточки вкуснейшие, поэтому здесь мы тоже немножечко лутаем, забираем прибыль, так, овердрайвы тоже у меня очень быстро копятся с хопера молотом, молот, ну, по сути, наверное, это лучшее устройство, которое можно реализовывать в рамках этого спецрежима, режима, если тебе надо там быстро уничтожить противника, либо тебе надо просто заработать хорошее количество очков поубивать типов, да, здесь, как вы видите, 23 кило спокойненько у меня залетает, хотя можно, наверное, здесь много всяких пушек разных использовать, и они будут работать по типу там того же страйкера, по типу вот как игроки играют там против на шафте, да, с этим стриплетом, да, то есть тут можно много чего выбрать, интересненького, вкусненького, и магнум, например, тот же с вакуумными снарядами под голдами будет хорошо работать, и гром с вакуумными снарядами будет тоже хорошо работать, поэтому здесь выбор по пушкам можно делать большой, но тут уже, как говорится, кому что нравится. Что касаемо Хоппера, наверное, в целом я все, что хотел, сказал, да, надеюсь, что Орех продолжит нерфить ховертанки, и это будет не последний нерф, потому что большое количество игроков негодует по этому поводу, особенно те игроки, которые не играют на этих ховертанках, они, ну, прям очень сильно возмущаются, да, то, что у нас такой жесткий дисбаланс по этому поводу, ну, и я в целом, наверное, с этим согласен, да, то, что сейчас игроки на обычных корпусах в большинстве своем не играют от слова совсем, поэтому такой нерф правильный, и можно нерфить все это дело дальше, потому что даже с таким нерфом Хоппер себя чувствует вполне себе хорошо, а это значит, что его нужно еще жестче занерфить. Пишите все свои мысли по поводу ховертанков в комментариях к этому видеоролику, поддержите видос лайком, если согласны с моей точкой зрения, ну, и подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!